МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа персональный акцент. Немецкий философ Георг Гегель в свое время сказал, что история повторяется дважды. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. В будущем году историки будут отмечать столетие присоединения молдавских территорий к Румынии. Как показало время, годы румынского управления этими территориями стали трагическими страницами в истории Молдовы. И вот спустя сто лет сегодняшние молдавские унионисты решили повторить этот опыт. Иными словами, разрушить молдавскую государственность, призвав в помощь бывшего президента Румынии. Президента всех румын и почетного председателя партии национального единства Трояна БССКу накануне в Сороках чествовали. Встреча была посвящена одной теме – объединению Молдовы с Румынией. Бывший румынский президент говорил о том, как хорошо смогут зажить молдаване, если станут румынами. О том, с чем наша страна и ее граждане вновь столкнулись спустя сто лет, поговорим с историком и политологом Борисом Шаповалом. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вот как вам эта вакханалия очередная унионистская волна, которая вот сегодня невозможно смотреть, за всем этим наблюдать, ну, знаете, со спокойствием определенным. Есть тревоги. Ведь, с одной стороны, мы говорим о том, что мы суверенное государство, демократическое государство, которое, нащупывая свой путь, развивается. Да, у нас много проблем, как сегодня у каждой постсоветской республики и как у каждой молодой демократической страны. Но, тем не менее, отказываться от собственной государственности, мне кажется, наш народ не собирается. Но, так или иначе, появляются на политическом поле, ну, взрастают такие вот чертополохи унионизма, которые, в принципе, несут в себе заряд разрушения. Потому что, ну, что такое аншлюз, присоединение к другому государству? Это, в принципе, ликвидация государства. Ну, вот, ваша оценка того, какие цели преследуют сегодня унионистские партии и с чем придется столкнуться вот в это столетие вот этого вот аншлюза 1918 года? Ну, здесь есть два момента. Ну, во-первых, да, действительно есть столетия тех событий, которые произошли в 1918 году, когда Румыния, так сказать, наплевала на своего бывшего союзника Российскую империю, а потом Советскую Россию, да, оккупировала территорию Бессарабии в 1918 году. Воспользовавшись слабостью власти? Воспользовавшись теми событиями, начинающейся гражданской войной на территории России? Ведь мы в этом году с вами 2 декабря будем праздновать образование Молдавской Демократической Народной Республики. Это реальный факт. Она была провозглашена, она была создана в рамках России, Советской России. А что потом произошло уже в январе и в марте 1918 года, мы очень хорошо знаем. Ну, наверное, все-таки о нашем сегодняшнем дне. Вы знаете, Станислав, у меня чувство тревожное. С одной стороны, мы как бы возвращаемся вот в тот 1992 год, кровавый для нашей страны, когда вот почти такие же события вызвали противостояние у нас внутри страны. Слава Богу, мы очень быстро их преодолели. Опять-таки, при содействии Российской Федерации, при тех миротворцев, которые вот уже успешно у нас четверть века охраняют мир в республике. И вот это тревожное чувство, оно есть. Потому что тогда, я же помню все это на моей памяти, очень хорошо. Это на памяти всех телезрителей нашего возраста, тех, кто старше, плюс 30. Вот как это происходило. Вот нагнетание все. Вот ведь тогда, ведь тоже раздавались все эти возгласы, присоединяемся к Румынии, нам не нужна наша молдавская государственность, это все временный такой, какой-то транзитный период, временный проект. Сегодня происходит то же самое. То есть, как-то по спирали мы вернулись вот к этому моменту. И тут понятно, что с одной стороны есть просто определенные политические, общественные организации, неправительственные организации, которые, как говорят, отрабатывают номер, ну деньги, которые они получают, да, и поэтому что-то они делать в этом плане должны. Но вот есть какое-то определенное, скажем так, недопонимание этих процессов. Я вот общаюсь с очень многими журналистами, политиками, простыми людьми, и вот некоторые говорят, а вот смотрите, что сегодня себя представляет там либеральная партия, они уже в парламент не пройдут, вот они себя опозорили, вот там этот ГИМПу, Киртака и так далее. Подождите, это очень такой дилетантский подход к этому вопросу. Это не совсем так, и есть довольно определенный процент сегодня, ну не знаю, я выскажу свою точку зрения, предположительно, где-то процентов 20 нашего электората в той или иной степени они могут, ну 15-20 процентов вот в какой-то степени поддерживать вот эти идеи и унионизма. Еще раз говорю, в той или иной степени. Вот. И это, конечно же, очень настораживает. Естественно, будет попытка, особенно в марте, в феврале, в марте 2018 года как-то вот подогреть эту тему, может быть какая-то определенная дестабилизация в этом отношении будет. Ну не случайно же, вот появился у нас Троян Басеску, вот этот Троянский конь, да, засланец к нам. В буквальном переносном смысле. Да, так оно и получается. Вот. И, ну об этом мы, наверное, сейчас поговорим. Вот появилась новая партия, да, партия национального единства. Но меня беспокоит еще один момент, вот та, это вторая часть, казалось бы, вот это была историка такая политическая, но есть вторая часть. Я вот просто как гражданин этой страны, рядовой гражданин задаю вопрос, ну, может я наивные вопросы задаю. Скажите мне, пожалуйста, вот уважаемые телезрители, может меня сейчас слушают наши товарищи, которые, или господа, которые возглавляют службу информации и безопасности, скажите, пожалуйста, у нас органы государственной безопасности в нашем суверенном молдавском государстве есть или нет? По территории нашего государства разгуливают граждане другой страны, проводят у нас собрания, выступают на наших молдавских телеканалах. Они пропагандируют определенные идеи, которые идут в разрез с нашей молдавской государственностью. С одной стороны, у нас есть законодательство, которое запрещает сепаратизм, там введена уголовная ответственность, то есть, когда мы говорим об отсоединении какой-то небольшой части от нашей страны, это страшный грех, это преступление, и за это нужно людей карать и наказывать. Я согласен с этим. Но, с другой стороны, когда речь идет о полном уничтожении молдавского государства, или о присоединении какой-то его большей части к другому государству, это оказывается не преступление, это демократия, свобода слова, и люди просто высказывают свою точку зрения. Ну, хорошо, давайте мы с вами поедем в Румынию и попытаемся поехать в венгерскую часть Румынии и организовать там вот какое-нибудь собрание с участием бывшего президента Венгрии. Да, с участием или бывшего президента Венгрии, или просто без его участия, и скажем, что мы бы хотели поднять вопрос о присоединении Трансильвании к своей исторической родине Венгрии. Скажите, пожалуйста, где бы мы через час находились? Я вам точно говорю, что мы находились бы в румынской Сигуранце, потому что к нам приняли бы очень жесткие меры, потому что мы дестабилизируем ситуацию в государстве, мы работаем против целостности румынского государства. Получается, румынские граждане приезжают без опаски. Без опаски. Это что, отношение к второму сорту или уже гарантия власти? Приезжайте спокойно, себя здесь чувствуете и расправляйтесь с нашей государственностью. Роль власти где? Вы знаете, мы здесь попали в очень сложную ситуацию, которую создали сами же. Во-первых, я считаю, что это вина наших молдавских руководителей, тех президентов, тех руководителей, которые находились у власти. Ну, извините, Молдова стала суверенным независимым государством 27 августа 1991 года. Но мы до сих пор с Румынией не подписали договор о дружбе и сотрудничестве, хотя они первые признаны. Румыния с нами или мы с Румынией не подписали? Ну, Румыния с нами, да. Я понимаю вашу реплику, она вполне справедлива. Да, Румыны с нами не подписали, потому что было несколько попыток с молдавской стороны все-таки этот договор подписать. Теперь, смотрите, что получается, с другой стороны не подписан также договор о государственной границе. То есть, это речь идет о том, что наше соседнее, да, мы его называем братский народ и так далее, государство, имеет к нам территориальные претензии, амбиции. И тот же Троян Басеску, который свободно разгуливает по нашей молдавской земле и говорит об уничтожении молдавского государства, ведь неоднократно при исполнении своего мандата говорил о том, что молдаван как народа не существует, о том, что молдавское государство не имеет перспективы. Но я не буду вдаваться в эти лингвистические проблемы, да. Румынский, молдавский язык, я считаю, что это титульная нация, она как-нибудь сама разберется, да, румынский это или молдавский, или через тире будет писать, или через там еще как-то молдорумынский и так далее. Это вопрос на сегодняшний день не принципиальный, а вот то, что существует, исторически сложился молдавский народ, ну так исторически сложилось за два последних столетия, эта территория все-таки развивалась самостоятельно, и, скажем так, молдавское государство здесь появилось гораздо раньше. Это один момент. И здесь же я бы отметил, что, ну, вот эти вот все вопросы, связанные с безопасностью нашего государства, с непризнанной границей, они постоянно тем же Трояном Басевску поднимались и будировались в той или иной интерпретации. Ну, вот давайте по последним заявлениям. Он 6 октября, если я не ошибаюсь, провел свою пресс-конференцию. Плюс, вот вы сказали, он был в Сороках, у него большая встреча была, он выступал на молдавском телевидении. Но как вы себе представляете, гражданин другой страны, который когда-то в той стране был президентом, приезжает в соседнюю страну и заявляет приблизительно следующее, что, ну, приблизительно, вот, дословно смысл его выступления, да, он на молдавском телеканале заявляет о том, что, ну, было бы неплохо присоединить правобережную Молдову к Румынии, а Приднестровье до свидания, пусть оно остается само по себе. Но вы меня извините, любой наш молдавский политик вот сегодня вышел бы и такое заявил. Я думаю, что на нем сразу же можно поставить крест, потому что он не имеет никакой политической перспективы. А почему государство с его всеми органами спокойно вот смотрит на такие, я бы сказал бы, хамские заявления со стороны гражданина другой страны, который говорит об открытом уничтожении этого государства, в которое он приехал. Я когда 25 июня, по-моему, этого года проходил первый съезд вот этой партии национального единства, да? Даже в самом названии есть какое-то, знаете, национальное единство. Вокруг какой идеи вы собираетесь это единство создавать? Так Троян Басецко четко и заявил об этом в Сороках. Идея у нас одного соединения с исторической родиной, матерью Румынии. И эта партия, и вот задача всех унионистов, ведь речь шла о чем и в Сороках, и на его пресс-конференции, о том, что все унионистские организации, весь унионистский электорат должен объединиться под флагом партии национального единства, и они должны войти в парламент, создать там группу. Ну, правда, он говорит, что это длительный процесс, он не говорит, что это 18-й год. Назвали бы себя, так сказать, партия национионизма, знаете, и тогда было бы сразу все понятно. Вы по названию, да, я согласен, здесь тоже есть очень интересный момент. Партия национального единства. Что значит национального? То есть подразумевается какая-то одна нация, какой-то один народ. Мы многонациональная страна, у нас здесь живут украинцы, у нас живут гагаузы, русские. И достаточно компактно. Достаточно компактно. Мы не случайно говорим украинский север, потому что там, ну, есть... Украинские села, да? Да, украинские села, да, компактно проживают, да и просто большое количество населения сконцентрировано там. Гагаузия, Тараклийский район. Ну, даже взять, если мы возьмем Кишинев, ну, если отбросить вот эти все искусственно присоединенные пригороды, селы в 92-м году, я тоже через это проходил в свое время. И прекрасно знаю, зачем это было сделано. Для того, чтобы изменить, скажем так, национальный состав молдавской столицы вот в электоральных целях. Я тогда был тоже депутатом Кишиневского совета и вот помню все вот эти вот процессы, которые тогда проходили. Ведь это искусственное образование муниципи Кишинев. К нам присоединили тогда 34 или 35 населенных пунктов и, соответственно, разбавили вот, так скажем, электоральную систему. То есть, когда голосуют или по национальному признаку, или по геополитическому, как мы видим на примере тех же выборов с этим, с Киртака, да. Вот эти результаты вот таким вот образом получаются. И опять-таки у меня возникает вопрос. Значит, гражданин Молдовы и Румынии Анатол Шалару, он возглавляет эту партию. Как он работал, мы у нас, мы прекрасно знаем и по Министерству транспорта, и по Министерству обороны. Его успехи и там, и там его отставили. И, значит, почетный председатель, гражданин вообще другой страны Троян Бесеску, который призывает к уничтожению молдавского государства. Первый заместитель председателя партии, депутат молдавского парламента, как его, Константин Кадряну. Он, а Константин Кадряну, если я не ошибаюсь, в румынском парламенте возглавляет комиссию по этим румынским сообществам за рубежом. То есть это целенаправленно те люди, которые собрались для того, чтобы на нашей территории проводить политику другого государства, сеять между нами раздор, вражду. Почему? Потому что вот то, что они будут делать, это опять приведет к повторным событиям, как это было в 92-м году. Потому что у нас же все-таки основная масса людей все-таки считает себя молдаванами. И дело не в этом, кто как из нас кем себя считает. Мы граждане этой страны. И мы получили исторический шанс, чтобы эта страна существовала. Понимаете? Ну вот сколько у нас, там порядка 6 тысяч наций считается, да, в мире. Из них всего 200 с чем-то имеют вот такое счастье и иметь свою государственность. Ну зачем же добровольно от нее отказываться? Зачем же идти к кому-то, вот просто какие-то младшие братья, сестры, я не знаю, как ее назвать. Но это та реальность, которая есть. Но это вина, еще раз говорю, нашей власти, однозначно, нашего парламента, нашего правительства, которые это допускают. Вот такое, ну, я не могу подобрать другого слова. Действительно, это хамское отношение к соседнему шинеренному государству. Что? Это слабость власти или реализация каких-либо таких вот политических? Нет, это не слабость власти. Это я убежден, что это политическое предательство. Со стороны тех людей, которые находятся сегодня у власти, я имею в виду руководство парламента и правительства. Эта политика у нас, она целенаправленно проводится. Целенаправленно в течение двух десятилетий у нас разлагается наша молдавская политическая элита. Ну, посмотрите, все вот эти зарубежные командировки, стажировки по европейским странам, в Румынию. 5 тысяч наших студентов там ежегодно уезжает в Румынию. Ну, какая-то, ну, наверное, основная масса все-таки их воспитывается уже в другом духе. Они не совсем связывают свое будущее со своей исторической родиной. Ну, и под воздействием, естественно, румынской унионистской пропаганды, которая открыто в Румынии осуществляется, да, естественно, эти ребята во многом меняют свои взгляды. А политическая элита у нас воспитывается, ну, вот я не побоюсь этого сравнения, ну, возьмите даже, вот, прочитайте биографию Майи Санду. Ну, вот она наша, да, она здесь родилась, она здесь училась, закончила экономическую академию, там, работала в Министерстве экономики, с фондом Сороса сотрудничала. Ну, мы знаем, что все, кто проходит через фонд Сороса, они вот очень такие ярые демократы и так далее. Не случайно в некоторых странах фонд Сороса запрещен, его деятельность Россия, Белоруссия, если не ошибаюсь, некоторые другие государства. Сейчас в Венгрии есть жесткие такие претензии. Да, 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 да. Почему? Потому что это все-таки вмешательство через определенные программы во внутриполитические процессы и много. А помимо этого существует еще несколько десятков довольно солидных, так называемых, неправительственных организаций, демократические, республиканские институты Соединенных Штатов и многих других, в том числе и европейских, вот таких вот неправительственных фондов, как их называют. Но они в большинстве своем финансируются из государственного бюджета тех стран. Это для нас они не правительственные, а с точки зрения их спонсоров, те, которые их там содержат, они чисто государственные конторы, которые проводят на территории других государств какую-то свою определенную политику. К чему это привело на Украине, мы видели, к чему привело в Грузии, мы это видели периодически в Киргизии, сколько у них там две или три оранжевые революции было. Это все деятельность вот таких вот неправительственных организаций. Их, конечно, очень много у нас, и мы прекрасно знаем, у нас же вот есть официальная статистика, она никем не скрывается с румынской стороны. У них есть Министерство иностранных дел, у них есть департамент, который занимается проблемами румын отовсюду, как они их называют. У нас есть, все прекрасно знают, там десяток газет, которые им финансируются, есть несколько телеканалов, которые поддерживаются официально румынскими деньгами. То есть, сегодня официально на нашей территории с соглашательской политики и позиции наших властей осуществляется вот такая медленная унионистская течение, движение развивается. И я бы по этому вопросу еще бы сказал следующее, что система работы очень отработана по нашему разложению, потому что я знаю, что вот определенные группы журналистов у нас выезжают в Ригу, выезжают в Таллинн. Там с ними проводятся так называемые тренинги по борьбе с российской пропагандой, как они ее очень страшно боятся. Это не российская пропаганда, это правда, то, что у нас происходит. Ведь когда у нас говорят, украли миллиард, это российская пропаганда. Когда называют приблизительно кто украл миллиард, это российская пропаганда. Когда... Более того, говорят, что именно Россия бенефисарно. Ну вот, действительно, тут договориться можно до чего угодно. В общем, эта проблема есть, проблема унионизма есть, ее сбрасывать со счетов нельзя, это очень серьезная сила. Я удивлен, честно говоря, позицией наших органов государственной безопасности. И я могу сказать, наверное, если они так реагируют, то они уже продавшиеся чужим интересам, другому государству служат. Не случайно ведь появился вот этот проект, сейчас обсуждается о том, чтобы работники службы информации и безопасности имели возможность иметь второе гражданство. Вы себе... Ну вот я поддерживаю это отношение. Сегодня просто подвучало заявление президента страны, который категорически против. Я абсолютно поддерживаю позицию здесь нашего президента в этом вопросе. Он высказал возмущение и удивление. Говорит, я себе не представляю, как это офицер службы безопасности будет присягать другой стране. Извините, а какой стране он тогда будет служить? Чьи интересы какой государственной безопасности он будет защищать? Поэтому у меня сложилось уже такое, ну и не только у меня, да и у многих сложилось, что у нас это органы нашей государственной безопасности, они давно, наверное, уже органы румынской безопасности, наверное, можно вот так ставить вопрос. Потому что они борются с какими-то мифическими шпионами, а когда здесь открыто работают Кадриану, Шалару, Бессиеску, когда это все настроено на уничтожение нашего государства, когда приезжает человек из другого государства и говорит, давайте один кусок вашего государства присоединим к нашей хорошей румынии, а преднестровцы, да, они нам не нужны, потому что они нам будут мутить воду. Ну это как называется? Это что? Это не вмешательство в дела другого государства, это открытое вмешательство в дела, это подрыв государственной безопасности, это антигосударственная деятельность, ну я не знаю, я это понимаю так, но я уверен, что многие люди этот вопрос рассматривают именно вот таким вот образом. И такая позиция, молчание премьер-министра, молчание председателя парламента, говорит, наверное, о том, что они точно так же думают, наверное, они мало чем отличаются от Трояна Бессиеску или Шалару с Кадряну. Ну иначе, наверное, ну вот представьте себя на месте руководителей, да, и вот в адрес вашей страны вот такое заявляется, ну есть какая-то гордость, вот действительно национальная гордость, да, есть гордость за державу, есть гордость за свою страну, за свой народ, ну как, мы суверенное государство, это посягательство на наши границы, на нашу территорию. Ну если ты молчишь, значит, ты с этим согласен. Ну, наверное, не надо забывать, что все они пришли к власти, если вы помните, еще тогда на таких вот лозунгах, когда говорилось, что нам не нужен парламент, он у нас есть в Бухаресте. Ну да, 2009 год, когда сожгли декларацию о независимости, сожгли флаг над президентурой, ну это реальность, мы через это проходили. И я уверен, что они к этому готовятся, а вот насколько наше общество готово вот такой, мы как-то деликатно к этому подходим, да, как бы кого-то не обидеть, а они ж нагло, вспомните, действительно, 7 апреля 2009 года, как они громили, вот до сих пор не восстановили. Я вам скажу, что по моим ощущениям, вот, допустим, провернуть присоединение Молдовы, скажите, правобережной пусть к Румынии, это на одних только политических партиях, слоганах, призывах не удастся. Да, ведь есть, будем говорить сегодня, пусть она еще может быть не так ярко, молчаливая, но сопротивление, то есть, поговорив с людьми, вы понимаете, что согласиться с этим могут только единицы, которые искренне считают себя румынами и понимают, что, возможно, каким-то образом, поддержав эту идею унионизма, они улучшат свою жизнь. Ну, не знаю, к тем или иным образом им какая-то мельница вернется по закону о реституции. Пусть они себя считают румынами, я, например, против этого абсолютно не возражаю, каждый определяет свою идентичность национальную и религиозную, как он считает нужным, но не надо выступать против уничтожения молдавской государственности, куда-то присоединения и так далее, понимаете, вот здесь есть грань, а когда мы это смешиваем, это страшно. Ну, страшно, мне кажется, представить последствия всего этого, потому что многие не понимают, к чему это приведет. Одно дело ехать из какой-то глубинки молдавской в столицу, искать правду в суде, там, не знаю, в каких-то организациях, а другое дело, езжайте в Бухарест, попытайтесь там получить нужную вам справку, я думаю, что вы поймете, какого сорта вы в глазах являетесь. Ну, я вот не буду эту тему развивать, там, насчет сортов и так далее, может, мы с моей стороны, да, это неэтично будет, но факт имеет место, но факт имеет место, здесь я могу согласиться, конечно. Ну, хорошо, будем говорить так, что власть молча за всем этим наблюдает, но о чем говорит власть? Власть сегодня говорит и делает все возможное для того, чтобы, например, путь европейской интеграции оказался таким бесповоротным, чтобы точка невозврата, допустим, вернуть страну, может быть, на какие-то свои промолдавские, промолдавский путь развития, на свой промолдавский путь развития, чтобы не удалось. И сейчас у нас есть группа в парламенте, вот 6 октября учреждена группа для разработки законопроекта о внесении изменений в основной закон страны, о том, чтобы европейский путь развития оказался, ну, таким, знаете, государствообразующим, как им кажется. То есть, вот только этот путь может сделать нашу страну счастливой. Ну, смотрите, мы уже пытались быть прорумынским государством. Румыния для нас, да, это предбанник Евросоюза, причем все прекрасно понимаем, что румынское гражданство для наших сограждан, это была возможность уехать и на основе паспорта устроиться на работу. Когда подписывалось соглашение, а особенно в предшествующие годы, когда вот коммунисты активно, так сказать, общались с европейцем, говорилось о том, что вот сближение с Евросоюзом даст возможность поставить точку в этой истории, чтобы молдаване не перетекали из гражданства в гражданство. Но это все равно не остановилось. Смотрите, ассоциация, она дает нам возможность тратить, но не зарабатывать деньги в Евросоюзе. Эта ассоциация нам не помогла поддержать экономику на плаву, она скатывается вниз. Хотя все говорят о том, что мыть растет. 50 раз вырос экспорт в страны Евросоюза. Да, за счет того, что он в два раза упал в Российскую Федерацию. Мы когда-то экспортировали миллионы, десятки или если не сотни миллионов бутылок вина в страны восточного направления, а сегодня о каких-то десятках тысяч говорим. Мы имели 40% российского винного рынка, сегодня мы имеем там практически ничего. Да, ну, в принципе, цифры, которые нам уже, мне кажется, не вернутся, если так дальше дело пойдет. Не вернутся, мы прошли рубиком, к сожалению. Первая попытка правительства, правящего большинства, на ваш взгляд, что это? Это связать будущее правительства или уже такой завязать гордий фузел, который никак не разрубить потом во внешней политике Молдова? Здесь есть и то, и то, потому что, ну, те, кто находится сегодня у власти, они прекрасно это реально понимают. Кстати, вот последний опрос, да, об этом говорил. Ну, что вы хотите, сегодня парламентом управляет человек, у которого 0,4% популярности, доверия людей, а правительством управляет человек, у которого 0,7% доверия своих граждан. Ну, не знаю, наверное, на месте вот таких людей другие бы в Европейском Союзе уже давно подали в отставку и сказали, извините, мы не справились, до свидания. А эти люди еще навязывают нам какой-то европейский выбор и так далее. Я не выступаю против европейского выбора, как и вот иногда вот это, вот определенные средства массовой информации, представители правых, унионистских партий говорят, вот социалисты выступают против европейского вектора, против Европы, вот там русофоны против этого выступают и так далее. Да ничего подобного. Никто против этого не выступает. И социалисты, и те же, как они говорят, русофоны, говорят, мы граждане этой страны и мы считаем, что правильно, что надо дружить и с Европейским Союзом, и правильно надо дружить и с Российской Федерацией, с нашим многолетним экономическим партнером, без которого молдавская экономика, сельское хозяйство не могут развиваться. Вот мы видим, что так называемое соглашение об ассоциации, да, его экономическая часть не привела никакому улучшению. И это та реальность, которая есть. Это процесс по добиванию интеграционных связей с той же Россией. Да, конечно же, конечно же. Оборвать раз и навсегда. Это идет искусственный отрыв, это целенаправленная политика Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. По отрыву бывших стран, которые входили в зону, так сказать, интересов Советского Союза, это Польша, Германия, Венгрия, Румыния, да, вот они оторвали эту часть в Европе. Потом у них стала задача с 2009 года, вот у них появилась эта программа «Восточное партнерство». На что она направлена? На то, чтобы оторвать, опять-таки, вывести из поля влияния Российской Федерации кого? Белоруссию, Украину, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан, то есть вот эту вот дугу. Подойти напрямую к границам Российской Федерации. Ведь это действительно так, и все процессы, которые происходят, вот эта русофобия активно, жертвой которого, или проводником, который стало наше молдавское правительство, особенно в этом году, со всеми их вот этими антироссийскими акциями, да, вот мы это ярко видим. Мне, я на днях очень смеялся по одному поводу. Я услышал высказывание нашего премьер-министра Павла Филиппа, ну это вообще сказка, да. Он говорит, мы очень озабочены отношениями с Российской Федерацией, нам на правительственном уровне не с кем там взаимодействовать. Вы знаете, у нас остановили все контакты. Заморозили. Подождите, а кто их остановил, кто их заморозил? Кто объявил председателем, мол, до Российской комиссии, да, по экономическим вопросам, вице-премьера, да, Российской Федерации Дмитрия Рогозина, персоной Нонграта, да. Не вы ли правительство Павла Филиппа, не Канду ли об этом яро выступал, да, вы же сами создали эту ситуацию. Сегодня не плачет, мол, Российская Федерация плохая, там не с кем говорить. Подождите, там есть с кем говорить. Там есть человек, который отвечает за эти вопросы, там есть человек, который отвечает за Приднестровье, за отношения с Республикой Молдова. Едьте к нему и общайтесь. Это ваша проблема, если вы с ним говорить не хотите, да. Но это вообще вот так с ног на голову всю ситуацию поставить, набраться наглости, и вот выходить, и рассуждать, и после этого думать, что с тобой будут говорить, как с нормальным, честным, порядочным человеком, политиком. Да никогда в жизни. Российская Федерация, ну, надо понимать, это великое государство, да, это шестая экономика мира на сегодняшний момент, да, это вторая держава в военном отношении в мире на сегодняшний момент. момент, с которым считается, извините, и Китай, и те же Соединенные Штаты Америки, и тот же Европейский Союз. Зачем нам вот это противостояние, зачем нам это бодание с нашим основным экономическим партнером? Ну, это подыгрывание, подыгрывание внешним партнером, так сказать, и дирижером сегодняшней власти. Да, да, но вы знаете, вот тот вопрос, который вы затронули по вот этому вектору, то, что в Конституцию хотят внести изменения, ну, я это рассматриваю все-таки, как это определенную идеологию нам хотят навязать. То есть, если принять такое положение в Конституции, то тогда мы с вами, если мы будем выступать против этого, мы будем заниматься антиконституционной деятельностью. Значит, нам надо с вами будет одеть наручники, построить для нас коцлагеря для части граждан нашей страны. Кстати, большей части граждан нашей страны... Потому что, как показывается у сопроса, идеи евроинтеграции уже практически нивелированы. Да, сколько там, 65%? Это там минимальная цифра, по-моему, говорится, да? О том, что за евразийский вектор развития выступают люди. А тут люди, у которых ведет 0,4-0,5%, и которые вот собрались там какой-то группой в парламенте, они собираются решать это за народ. Да такие вещи вообще нельзя делать в нашей многонациональной стране. В стране, в которой есть нерешенный территориальный конфликт. Этот конфликт именно по этой причине, то тогда и возник, да? Кто куда будет присоединяться, что будет с этой территорией, со страной. Ведь преднестровцы-то открыто боялись, прежде всего чего? Попасть в Румынию, да? Потому что, ну, они помнят несколько печальные годы оккупации, 41-44 года. У них своя ассоциация, да, вот об этом. И вот те события 92-го года, конечно, они настороженно смотрят на все эти вещи. Но с другой стороны, я вот, допустим, все-таки как политолог, специалист по политическим, скажем так, технологиям, Я прекрасно понимаю, что помимо этой общей риторики, есть чисто такой политический, электоральный расчет у демократической партии, которая, ну, лоббирует все эти вопросы, продвигает. Ну, вот смотрите, комиссия создана, она в течение 45 дней должна разработать этот проект. Потом этот проект обсудит парламент. Потом, по нашему законодательству, если речь идет об изменении конституции, консонный суд через полгода должен, там, полгода срок должен быть, типа, на изучение и так далее. Так заложено. Вот, он должен высказать свое мнение. Вот как раз это мнение консонного суда попадает на начало избирательной парламентской кампании. То есть, это просто пиар-технология, которую демпартия использует для того, чтобы потом использовать это в предвыборной кампании, фактически дестабилизировать наше общество. Опять, вот видите, нам не дают эти дадон и социалисты попасть в наше светлое европейское будущее. Раскол электората по геополитическому фактору, признаку. Вот о чем идет речь. Плюс еще к этому, добавьте еще то, что помните, по-моему, Канду высказывался, да, он уже высказался, что в 2018 году Молдова накануне парламентских выборов собирается подать заявку о ее вступлении в Европейский Союз. Это опять-таки предвыборная фишка, потому что... За кто только не говорил об этом. Да, так дело в том, что, подождите, как этого нового нашего главу делегации ЕС, а Петер Михалко, да, ведь он сам тоже уже, ему на каком-то телеканале тоже этот вопрос задали, он говорит, да, возьмите это соглашение, ассоциации с Европейским Союзом, да прочитайте его, там все написано, там второе предложение, оно так и начитается, да, что в тексте написано о том, что признается европейский выбор Республики Молдова, он и так, и все отношения строятся на основе европейских ценностей. Зачем тогда это вносить в Конституцию, если это уже оговорено в соглашении, которое мы подписали с Европейским Союзом? Значит, это делается для того, чтобы опять взбудоражить общество, для того, чтобы нас противопоставить, для того, чтобы вот в этой мутной воде противостояния, предвыборной борьбе, истерии, да, вот при помощи использования средств массовой информации, которые большинство находится в руках правящего сегодня альянса проевропейского режима, да, использовать и таким образом как-то оказать влияние на предвыборную ситуацию. Ведь вспомните 2014 год, парламентские выборы, я помню все эти ролики, там как раз события на Донбассе были, Игорь Дадон с пистолетом, да, Игорь Дадон там еще что-то, тут какие-то группы террористов, какое-то оружие нашли. Где эти террористы, вы мне можете сказать? Нет. Где то оружие, вы можете сказать? Нет. Вот это вот... Но зато еще в этих роликах говорилось, что не будет коррупции, заживем хорошо, что у нас будут новые рынки. Зарплата будет 500 евро у нас, пенсия будет европейская. Где эта зарплата и... Мы знаем где, у некоторых тех людей, которые украли миллиард у нас с вами, да, у нашего народа, вот, наверное, у них там и зарплата, они 500 евро и совершенно другие пенсии. Но это та реальность, которая есть. Ну, вот, с одной стороны, да, конечно же, это вынужденные действия, потому что к этому подталкивают европейские и американские партнеры. Надо выполнять те подачки, которые даются, гранты и кредиты, без которых эти бездари управлять нашей страной не могут, ведь 30% бюджета – это иностранные деньги на сегодняшний момент. Они никто, они вот, вот, они не могут управлять страной. Без чужих денег. Головы нету, не хватает, понимаете? Но не хватает, уйдите. Тем не менее, видите, в политику поиграть много. Это чисто пиар, политические технологии для того, чтобы как-то вот использовать предстоящую парламентскую кампанию вот в своем русле. С одной стороны, мы, они и перед европейцами выглядят с хорошим лицом, да, а с другой стороны, они в очередной раз обещают светлое будущее. То они обещали этот безвизовый режим, ну, ладно, добились, хорошо. Там 5-6 лет на это ушло. Теперь нас будут вот этой конфеткой, да. Мы, типа, заявку подадим. Турция в каком году подала заявку? В 80-каком-то там, да. И что до сих пор эта заявка рассматривается? А последнее заявление Эрдогана по Европейскому Союзу сказал, да, нам Европейский Союз уже не нужен, мы никуда не собираемся вступать и так далее. Мы самодостаточная страна, держава, мы прекрасно развиваемся. Хотите с нами торговать, хотите с нами дружить, ну и дружите. Вот позиция действительно президента независимости. А когда сидят марионетки, которых воспитали фонды неправительственной, там, Зороса? Времени, Борис, осталось мало, но все-таки хотел вот такую тему затронуть. Члены парламентской ассамблеи НАТО рассматривали вопрос, то есть даже приняли резолюцию с последующим обсуждением. Сегодня мы уже знаем итоги этого обсуждения. Речь идет о безопасности в регионе Черного моря. Республика Молдова, она не член НАТО, но тем не менее, вот как ассоциированный член принимает участие в работе парламентской ассамблеи НАТО. И там попыталась внести поправки вот в эту резолюцию, которая предусматривала бы просьбу нашей страны, или властей сегодняшней Молдовы, просьбу к НАТО, то есть просьбу к НАТО, чтобы НАТО обратилось к России, вывести войска из Приднестровья, российские войска. Ну, вы знаете, вот эта настырность нашего теперешнего молдавского руководства с нашими этими миротворцами в Приднестровье, куда-то их вывести, да в преддверии еще 2018 года, вот меня, как человека, который пережил вот эти ужасы 92-го года, она меня наводит на некоторые очень нехорошие ассоциации и вопросы. А зачем вот усиленно поднимать этот вопрос накануне событий 2018 года, когда унионисты активизируются, когда все остальное? Что вывести, ну давайте выведем этих там 400 или 800 российских миротворцев, там 400 батальон миротворческих, 400 их охраняют эти склады с боеприпасами в Колбасной. А боеприпасы кому оставим? Кому? Кто? Наша молдавская армия туда пойдет, а кто ее пустит? Приднестровцы, что ли, пустят? Или там украинская армия войдет, возьмет? Кто этими складами будет? Ну, возможно, предполагается, что кто-то будет на основе куда-то полицейского мандата. Ага, нет, но речь идет о том, что их хотят заменить на какую-то мифическую гражданскую, миротворческую там миссию и все остальное, но будут ходить эти гражданские с повязками, да. Вот мы видим, что на Донбассе делаются, да, уже тех же ОБСЕ требуют, чтобы их уже кто-то ходил рядом. И охранял. Да, и охранял, они сами себя не хотят охранять, они же умные, под пули не подставляются, да, а вот кто-то должен это делать. Нет, это глупости в высочайшей степени. И очередное вот это заявление, слава богу, там в НАТО, видимо, мозгов больше, они дипломатично... Пообещали, что через год вернулся к этому разговору. Да, делегации отказали в Бухаресте, сказали, что, мол, типа через год мы сейчас обсуждаем проблемы Черного моря, так как Молдавия не имеет выход на Черное море, ну, соответственно, мы эти проблемы обсуждать не будем. Ну, уже прямым текстом говорят, что, ну, ребят, ну, не прыгайте, ну, есть тут интерес, и мы пока великие державы здесь не договоримся. Мы сами скажем, когда он попрыгнет. Да, мы сами скажем, когда. Это же относится к этой заявке нашего молдавского правительства, поднять этот вопрос на сессии Организации Объединенных Наций. Тоже все там тихо загладили, убрали и все остальное. Потому что умные люди, которые управляют миром, они понимают, что сегодня это нельзя делать, что это дестабилизирует ситуацию. Ну, а если они не готовы идти на эту дестабилизацию ситуации, ну, значит, они никому это и не дадут делать. Но задача шалки – бегать за слоном и громко-громко лаять. Да, помните, это басня про моську и слона, а вдруг вот нам моську посмотрят, смотри, как она громко лает, значит, она что-то из себя стоит. Ну, вот, к сожалению, это реальность. Да, Борис, спасибо вам за этот разговор, ваши оценки. Я думаю, зрители уже сами, так сказать, поставят свои акценты, прослушав нашу с вами беседу. Я думаю, что будут так же ждать, как и мы, ждать очередных встреч. Потому что, в принципе, мы не зря часто называем свои программы именно с словом «акцент», используем акцент, потому что сегодня, вот, наверное, это такой момент, когда, расставив в одном и том же заявлении или в одном и том же предложении, тот или иной акцент, можно изменить не просто само послание, сам месседж, как сегодня принято говорить, но можно изменить восприятие действительности. А когда не воспринимаешь реально, или ту действительность, так как она происходит на самом деле, когда выпадаешь из, не просто из информационного пространства и выпадаешь из восприятия действительности, из правильного восприятия действительности, тогда происходят такие ошибочные страны. И не хотелось бы быть жертвой такого, знаете, тотального гипноза тех или иных представителей власти, которые говорят, что евроинтеграция, вот скоро сейчас эта каша будет у нас. И сколько бы ни кричали бы, халва слаще не становится. И что такое евроинтеграция? Очень дорого платит страна сегодня за это. Евроинтеграция. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог Борис Шаповалов. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...